Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Предлагаю традиционно подвести итоги прошлого торгового дня и посмотреть на те события, которые у нас на повестке предстоящей сессии. Начнем мы традиционно с той динамики, которую показывала Brent и, в принципе, все энергосреде в рамках вчерашней торговой сессии. Клосс 48.34. Сейчас мы видим то, что котировки постепенно снижаются. 48.13. И будем надеяться, что Brent постепенно сползает к более оправданным ценовым значениям, которые, мы знаем, находятся гораздо ниже текущих ценовых рубежей. Если взглянуть на фундаментально объективную картину, то можно отметить, что опасения, связанные с сокращением объема производства, уже не так актуальны. И рынок постепенно возвращается к прежней идее, которая связана с крайне избыточным состоянием, характерным для всего рынка углеводородов. Если зацепиться за отдельные регионы, вы помните, какое-то время мы активно обсуждали Канаду. Сейчас из-за низкой температуры и дождей. Фактически, это регион, который полностью уже наверстал все прежние объемы поставок. Производственные мощности работают в традиционном режиме. В Ливии, из-за некоторого времени назад, вы помните, порт был заблокирован. Это также влияло на объемы поставок на мировой рынок. Сейчас эту проблему также удалось разрешить. В Нигерии спад производства из-за таких же конфликтов около 200 тысяч баррелей в сутки. Но, судя по всему, уже в ближайшее время и этот конфликт также сойдет на нет. Поэтому, тот самый фундаментальный фонд, за который трейдеры цеплялись недели ранее, уже, на мой взгляд, абсолютно несостоятельный. И у нас есть все возможности, чтобы возвращаться к той фундаментальной картине, которая имела место быть ранее. Она как раз предполагает отсутствие баланса между спросом и предложением и создает хорошие условия для распродажа бренда. Из дополнительных новостей вы помните, что вчера мы обратили внимание на отчет, который был опубликован в пятницу, Бейкер Хаджеса по количеству нефтяных платформ. И до этого у нас была версия того, что если цены на нефть заберутся непосредственно к 50 долларам за баррель, могут возникнуть риски того, что сланцевые производители вернутся в дело. А сейчас эту тему обсуждают и есть, конечно же, основания полагать, что спустя какое-то время, если ситуация сильно не изменится, ну, если бренд не уйдет, к примеру, ниже 45 и не станет прибежаться к отметке 40 долларов за баррель, то, что действительно мы увидим даже роста количества нефтяных платформ. Это тот самый фундамент, который может оказать дополнительное локальное давление на позиции бренда. Плюс ко всему, не стоит забывать и про американскую валюту, которую также сейчас нужно иметь в виду, потому что сильный доллар, он сказывается на динамике как сырьевых активов, так и рисковых инструментов всех. На нефти оказывается соответствующее давление. Мы знаем то, что доллар еще далеко не исчерпал потенциала своего роста, поскольку мы продолжаем следить за статистикой, ждем июньское заседание, которое может оказаться судьбоносным с точки зрения следующего шага, направленное на повышение процентной ставки. Уверен, мы дождемся этого решения, тем более, что когда сегодня бегущимся на пару USD и иену, я хочу предложить вам еще несколько комментариев чиновников ФРС, которые также настраивают нас на жесткий такой подтекст и ожидание того, что июньское повышение будет, возможно, одним из двух или даже трех, которые мы можем увидеть до конца 2016 года. Ключевым событием для рынка в плане ожиданий сейчас остается заседание ОПЕК, которое назначено на первую декаду июня. Оно состоится в Вене. Традиционно будут обсуждать возможности влияния на текущую экономическую конъюнтуру и возможности выставления цен на энергоресурсы. Мы об этом уже также с вами говорили. Знаем, что единственное, что может решить проблему с избыточностью приложения, это снижение объемов производства. Но у нас нет солидарной позиции даже в рамках самого картеля. Тем более, что последний комментарий Ирана о том, что они не будут поддерживать ни единой подобной инициативы, позволяет нам уже не питать каких-то оптимистичных иллюзий по поводу предстоящей встречи ОПЕК и настраиваться на то, что она станет безрезультатной и рынок не получит фактора долгосрочной поддержки. То есть, у нас в арсенале останутся прежние негативные аспекты и моменты, на которые мы будем продолжать делать ставку. Из статистики. Вчера стало известно, что импорт нефти из Саудовской Аравии в Китае снизился на 22%. То есть, на 1 миллион баррелей в сутки. Это очень много. И полагаю, что это отчасти связано с тем, что Китай продолжает отражать в показателях макроэкономических данных слабость всего региона. Мы знаем о очевидном спаде промышленного сектора. Мы знаем о катастрофической ситуации в сфере услуг. Да и, в принципе, все это отражается в показателях ОВП. К сожалению, китайская экономика по-прежнему не радует. А статистика, я думаю, пройдет еще очень много времени. Ну уж тем более в ближайшие полтора года нам настраиваться на какие-то предпосылки. Даже несмотря на целый пакет мер экономического стимулирования со стороны Народного банка Китая пока не приходится. В общем, продолжаем делать ставку на прежнее избыточное состояние рынка энергоресурсов и слабую мировую экономику. Будем ждать новые цифры, новую статистику. Уже много времени прошло с тех пор, когда мы в последний раз обращали внимание на реальные текущие цифры производства в рамках ОПЕК и регионов вне ОПЕК. Сейчас, я думаю, спустя неделю у нас уже будет новая статистика. Я обязательно вам о ней расскажу. Будем надеяться, что разворот по нефти уже пошел. И это то самое начало нового затяжного медвежьего ралли, который в ближайшее время сможет вернуть позиции Брента, ну как минимум ниже 45 долларов за пар. На это пока и настраиваемся. Российская валюта против доллара 66.88. Дефицит российского бюджета, повышенный спрос со стороны спекулянтов на доллар. Ожидание того, что в любой момент в игру могли вмешаться российские монетарные власти через, опять же, валютные интервенции для пополнения золотовалютных резервов. Ожидание того, что нефть имеет абсолютно оправданные фундаментальные предпосылки для снижения. Все это не позволило паре и узерам закрепиться ниже 65. Мы знали то, что даже 65 ниже 65, это значения, которые для рубля были крутоваты. Понимали то, что рубль явно находится не в своей тарелке. И можно было логично ожидать как раз незначительной проторговки, консолидации с последующим уходом пары выше уже о сопротивлении 65. Это сейчас и произошло. Мы видим то, что пара постепенно движется к отметке 67, но это не наша цель. У нас ближайший ориентир 68 и 70. И пока картина явно располагает в пользу того, что если нефть, конечно же, сейчас не выкинет какой-нибудь номер, а с точки зрения желания снова замахнуться на 50 долларов за баррель, мы продолжим наблюдать коррекционную динамику по нефти и соответствующее девалюционное давление на рубль. Европейская валюта против доллара. Сейчас котировки 1.12.16. Уровень 1.12 продолжает держаться. Мы вчера еще пришли к выводу о том, что нужен дополнительный сигнал, триггер, катризаторы, которые могут воспользоваться, будем надеяться, евро-медведи, чтобы продавить уже эту поддержку и, соответственно, замахнуться на следующий уровень. Для нас это цель 1.10. Отмечу, что есть причины для ухудшения рыночных настроений, тем более, что вчера вышел отчет по деловой активности в сфере промышленном секторе. Отчет плохой 51.5 с 51.7. Это в рамках всего валютного блока. В целом, на то, что сектор не порадует нас со статистикой, мы настраивались давно и прекрасно понимаем, что слабость промышленного производства уже крадет не одну десятую процента у показателя ВВП. Поэтому, учитывая такую статистику, я думаю, что у нас есть также объективное основание полагать, что отчеты по ВВП в ближайшее время нас явно не порадуют. Помимо слабого национального фундамента, который реально создает возможности для того, чтобы ЕЦБ не тянул более резину, ну или, по крайней мере, сказал рынку, что готов помочь при необходимости, к примеру, если и в рамках этого месяца мы будем констатировать крайне низкие значения по инфляции, может быть, даже на уровне ниже 0,2%, тогда ЕЦБ просто обязан мешаться. Для нас до новой меры экономического стимулирования – это возможность для еще одной среднесрочной и уж тем более долгосрочной ставки на слабость европейской валюты. Против евро действуют еще и риски Брекзита, ни в коем случае, не забывайте об этом, потому что Англия – это только одна сторона медали, есть еще и сам Европейский Союз, на который также повлияет на возможности этого негативного сценария. Если вспомнить комментарии ряда инвестиционных банков, то, если дело дойдет до подобного сценария, валютный блок может лишиться от 0,3% до 0,5% экономического роста, но это практически все, что они имеют сейчас. Поэтому последствия будут очень крайне негативными не только для британской экономики, но и для ЕС и евро, как будто бы предвкушая это, также может на одних ожиданиях текущей неопределенности и возможности такого негативного исхода продолжить снижаться с еще более выраженной динамикой. Третий момент, который не стоит игнорировать – это сильно американская валюта, которая на пути к повышению процентных ставок со стороны ФРС, что выступает хорошим импульсом роста доллара и, соответственно, слабостью для рисковых инструментов. Сегодня из важных отчетов в дня стоит обратить внимание на оценку индекса текущих экономических условий и деловых ожиданий по версии ЗЮ Германии. В целом, сразу хочу отметить, учитывая слабости промышленного сектора, сферы услуг, учитывая состояние в целом немецкой экономики и крайне низкие значения по потребительской активности, отталкиваясь даже от показателя роничных продаж и индекса потребительских цен. Уверен в том, что нам сейчас меньше всего, что нужно делать – это питать какие-то ненужные иллюзии по поводу того, что бизнес находит позитив и оптимизм там, где его нет. Бизнесмены смотрят наперед, видев все эти риски, уверены, мы будем наблюдать, как они дисконтируются в слабом показателе по ЗЮ. Если сегодня ЗЮ покажет прирост, это будет какой-то нонсенс. Интересно будет посмотреть фактически за этой цифрой. Отчет выйдет сегодня в 12.00 по московскому времени, то есть буквально через два с небольшим часа. Рекомендую обратить внимание на этот отчет, ориентируясь с большей вероятностью на слабые цифры и будем надеяться, что в случае подтверждения такого расчета и прогноза на евро будет оказано дополнительное давление, которое поспособствует пробитию все-таки поддержки 1.12. Фунт против доллара. Вчера сессия с точки зрения фундамента не предвещала ничего интересного, поскольку традиционно понедельник у нас спокойный день, по фунту важных отчетов не было. Но вчера отметился Минфин Англии, который предложил собственную оценку последствий выхода Англии из состава ЕС. И здесь нужно обратить внимание на их прогноз, потому что он весьма и весьма мрачный. Согласно, опять же, предположению Минфина, в случае выхода Англии из состава ЕС фунт потеряет больше 12%, количество безработных вырастет на 500 тысяч человек. Соответственно, это тут же скажется на уровне безработицы на всем рынке. Трудозародные платы могут просесть на более чем 3% в перспективе полутора лет. ВВП снизится на 0,5% и инфляция может оказаться выше 2,3%. То есть сплошной негатив, риски. И совершенно очевидно, что действительно при реализации рисков Брекзита ничего хорошего ждать не приходится, поскольку это фактический прецедент. Мы с этим еще никогда не сталкивались. И может быть даже вот эта, вроде бы как кажущаяся пессимистичная оценка может оказаться не тем, скажем, сценарий, которым будет реализован на самом деле. Я думаю, что может дать себе дело даже до еще более худших макроэкономических последствий выхода Англии из состава ЕС. Если, конечно же, на референдуме 23 июня большинство проголосует за возможность подобного исхода. Вчера рынок также обратил внимание и на новые опросы общественного мнения, который был завершен в эти выходные. В опросе участвовало более 2000 респондентов. Это опрос онлайн. И согласно последним цифрам, как мы и предполагали, настроения могут очень быстро измениться. Сейчас уже 44% против и с небольшим отрывом идет доля в 40% это тех, кто считает, что Англия может вполне неплохо развиваться, будучи самостоятельным и автономным государством. 16% сохраняет нейтралитет. И в зависимости от того, какая пропаганда, либо со стороны правительства, которые постоянно указывают на последствия выхода Англии из ЕС, и пропаганда тех, кто поддерживает компанию по автономности Англии, вот как раз какая из этих политик и компания окажется более успешной, разумеется, также она искажется на тех респондентах, которые еще сохраняют нейтральную позицию. Если мы увидим перевес в сторону уже постепенно, большинство тех, кто выступает за выход, тогда это тут же будет дисконтировано в динамике фунта, хотя я надеюсь, что мы уже наблюдаем отражение этих рисков в рамках котировок британской валюты против всех конкурентов. Нас интересует пара фунт-доллар. Актуальные котировки 1.4484. Ниже 1.45 пара находится сейчас. Ну, безусловно, еще не вечер, настроения могут измениться, но я надеюсь, что мы уже пошли ниже 1.45 и можем смело замахнуться на цели 1.42. Доллар японская иена. Сейчас актуальные котировки 109.17, 110 уровень остался сейчас высоко. Далеко до него нужно доллару снова добираться. И для того, чтобы такая, скажем, компания имела успех, нужна поддержка для американцев. И стоит отметить, что вчера, в принципе, были основания, чтобы пара USD-йена смогла продолжить рост и уж тем более оказаться выше 110 иен против доллара. Прежде всего, нужно обратить было внимание на комментарии президента ФРБ Сент-Льюиса Джеймса Булларда, который отметил, что американская экономика обязательно покажет прирост выше 2%. В текущих условиях достаточно для ужесточения монетарной политики или, как он сказал, текущая экономическая ситуация куда больше подходит для ужесточения, нежели для сохранения мягкой риторики. Что касается версии и мнения Булларда по поводу ключевого катализатора для американской экономики, это рынок труда, который продолжает объективно восстанавливаться, и он также, как и мы, ссылается на очевидный рост заработных плат, который может подстегнуть и потребительскую активность. После комментариев и выступления Булларда состоялась конференция Вильямса, который также подчеркнул готовность американской экономики как минимум к трём повышениям процентных ставок, что ещё больше усилило ожидание рынка того, что ФРС действительно может наконец-таки анонсировать это решение в ходе июньского заседания. Почему мы не увидели вчера укрепление доллара против иены? Полагаю, что причины нужно поискать ещё и в динамике японской валюты. Иена вчера явно укреплялась на фоне негативной динамики, которую показывал токийский фондовый рынок. И ещё вчера вышли хорошие данные по сальду торгового баланса Японии. В принципе, отчёт хороший на фоне последних слабых отчётов, и трейдеры предпочли дисконтировать это в стоимости японской иены. Иена укрепилась и оказалось соответствующее давление над доллар. Сегодня на азиатской сессии мы видели, как американец постепенно пытается вернуть ранее утраченные пункты. Полагаю, что сегодняшний отчёт по продаже новых домов может подстегнуть интерес к доллару и поспособствует тому, чтобы пара снова приблизилась как минимум к отметке 119,5. Точнее, 109,5. Почему у нас есть и мы придерживаемся хороших ожиданий по рынку недвижимости? Здесь самая простая, на мой взгляд, логичная и правильная логика. Она связана с тем, что на рынке сейчас условия куда более комфортные, чем могут быть, если ФРС поднимет ставки. То есть, условия по ипотеке сейчас создают хорошие основания для того, чтобы продажи увеличивались. И мы видели это отражение этой статистики, соответственно, в силе доллара. Хотел ещё пару слов сказать про австралийский доллар. Сейчас актуальные котировки 0,71,90. Мы понемногу движемся к поддержке 0,70. Буквально несколько часов назад состоялось выступление руководителя Резервного банка Австралии Глена Стивенсона, который сослался в очередной раз на крайне низкие значения по инфляции, на что делали ставку и мы. И фактически анонсировал возможность ещё одного шага по снижению процентной ставки. Помимо Резервного банка Австралии, мы обращаем внимание на текущую ситуацию и политику Резервного банка Новой Зеландии. Она, в принципе, позиционно такая же мягкая, как и в Австралии. По Новозеландцу мы также ждём снижение до уровня 0,65. Сейчас котировки 0,6716. Хочу предложить вам ещё также трейдинг по паре австралийца против новозеландца. И здесь позиционно торговать можно через распродажу австралийца против новозеландской валюты. Сейчас 1,0695. Думаю, что до 1,05 мы доберёмся. Экономическая ситуация, в принципе, похожа. Но почему на австралийце я сейчас возлагаю меньше надежд? Потому что, если сравнивать, опять же, экономики Австралии и Новой Зеландии, там точно такие же ожидания по инфляционному давлению и по возможности снижения процентных ставок. Ну, может быть, потенциала для снижения ставки в рамках Резервного банка Новой Зеландии ещё больше. Но не стоит забывать, что Австралия на этом пути оказалась раньше, и они более интенсивно снижали процентные ставки. Китай влияет одинаково. Экономическая и финансовая стабильность оставляют желать лучшего, как в одном, так и в другом регионе. Но нужно сравнить ещё и состояние главных экспортных рынков. Для Австралии это рынок железной руды, что касается Новой Зеландии, это молочная продукция. Вот что касается железной руды, мы видим на последних аукционах то, что стоимость продолжает снижаться, а вот на молочку цены держатся на нормальных уровнях, и там рисков не так уж и много. Поэтому в отношении австралийца я считаю то, что он будет более динамично снижаться, и эту динамику можно будет поймать против новозеландского доллара. USDCAD. Вчера мы подробно останавливались на этой валютной паре, отметив то, что есть достаточно сигналов, в том числе и непосредственно со стороны Национального банка Канады, о том, что мы можем дождаться либо снижения процентной ставки, либо просто увидеть отражение потенциального снижения нефти, соответственно в динамике пары USDCAD. В частности, у нас цель остается прежней. Мы замахнулись на более высокое ценовое значение, которое находится выше 1.32. Я даже ставил в качестве ориентира 1.35. Мы пока к этому уровню и приближаемся. Сейчас 1.3163, и вот-вот окажемся выше сопротивления 1.32. USDCAD, понемногу движемся к паритету, 0.99.04 остается меньше 100 пунктов. И как только доберемся до этой планки, посмотрим, как действовать дальше. Из важных отчетов сегодняшнего дня, еще раз повторяюсь, в 12.00 динамика и бизнес ожидания от Института Зью Германии, ждем слабые цифры и давление, соответственно, на евро. И еще в 17.00 статистика из США по продажам новых домов. Полагаю, что это очередной макроэкономический релиз, который может повлиять на доллар, усилив ожидания и вероятность повышения процентной ставки. Ждем хорошие цифры и ждем поддержки для американцев. На этом все. Большое спасибо за внимание. Если остались вопросы, канал на YouTube и форум Amarkets. Отвечу на все из них. Ну а с вами увидимся уже в ходе следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Хорошей торговой сессии и попутного тренда. Всего доброго. До свидания.